ну что друзья отгремели события некоторые и сегодня будет экспирация по индексу ртс я ожидал падения она случилась и давайте подведем какие-то итоги и что ожидать от рынка в ближайшее время и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий давайте посмотрим на индекс ртс про который я уже неоднократно говорил я говорил что как то что индекс ртс находится в канале и вот он из него вышел вот из такого канала дальше он тут потусил немножечко и но я ставил на падение на падение этого индекса я заработал в общей сложности но могу показать сейчас прямо вот здесь смотрите за месяц финансовый результат доход составил сто семьдесят пять тысяч триста двадцать девять рублей на текущий момент то есть ну это совокупно по всем счетам он у меня не один вот я об этом рассказывал как я строил эту стратегию что ожидать сейчас что я жду сейчас смотрите вот я ждал что падение будет вот я показывал уровень сопротивления вот он я сначала прочертил вот этот если он пробьет эту черту то пойдет вниз это было очень вероятно то вот следующий уровень сопротивления вот он какой будет следующий уровень но похоже что вот он следующий уровень сейчас я его попытаюсь построить ну видно что здесь уже и и идут индексы в нисходящем уже канале давайте сейчас еще построим этот канал попробуем ну вот пока они находятся где-то вот примерно вот если параллельно построить в нисходящем канале и вверх пока но вроде бы не стремится но с другой стороны вот она линия сопротивления она достаточно серьезная раз-два-три ну как бы я считаю что это линия сопротивления достаточно серьезно и может быть сейчас в ближайшее время отскок вот сюда я именно этого ожидаю поэтому я уже начинаю строить стратегию на следующую неделю до 4 февраля я не жду сейчас никаких особых ну как бы потрясений потому что ну джо байден приходит в в должность и заступает там принимает дела и пока еще пока еще идут только разговоры о том что выделить деньги вот там 1 и 9 триллиона долларов на поддержку экономики но любимая вещь демократов это разбрасывать деньги с вертолета вот когда это произойдет то индексы все пойдут резко вверх почему потому что ну эти деньги окажутся именно на 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 фондовом рынке скорее всего то есть это будет опять подъем но это будет инфляционный подъем но как это и было в общем сказать все это время до того но пока экономическая теория говорит о том что надо печатать деньги кидать их на рынок и рынок будет расти вот а дальше ну там наши дети или внуки будут все это расхлебывать вот такие вещи но пока об этом еще речь не идет принятие новой программы опрыскивание денег поэтому когда начнется рост неизвестно вот с другой стороны ну что еще в нашей стране ну вроде пока ничего серьезного не намечается я думаю хотя но как самый лучший прогноз знаете какой вот смотрите но видите что индекс падает самый лучший прогноз что было то и будет значит вероятно индекс будет падать но возможно он вырастет вот такой прогноз и в соответствии с этим прогнозом самым лучшим он либо упадет либо вырастет я построил стратегию на следующую неделю вот она такая посмотрите она еще не достроена до конца вот эта штучка будет опущена вот сюда и вот эта полочка за счет этого поднимется выше вот примерно так будет вот примерно такую стратегию я решил построить пока в настоящий момент она достаточно симметричная то есть стратегия абсолютно нейтральная и посмотрите вот на эту голубую линию со временем она начнет трансформироваться либо сюда либо сюда акции если индекс ртс вырастет то есть он пойдет сюда то стратегия принесет прибыль если индекс ртс будет падать то она также принесет прибыль ну а если он не изменится то друзья мои ждут меня убытки в этом случае 17 тысяч рублей ну вот такая штука но я думаю что вряд ли будет так что он не изменится я думаю что он точно совершенно изменится во первых во вторых стратегию можно естественно корректировать можно ее менять и я буду этим заниматься вот и опционные стратегии дают как раз но максимальную доходность на мой взгляд и здесь смотрите убыток ограничен строго ограничен и этот убыток будет нулевым вот посмотрите в каком диапазоне если она упадет если он находится вот здесь я в прибыли если она находится вот здесь выше нуля я тоже в прибыли но и если она не изменилась то у меня будут убытки но опять же вот она же будет колебаться сюда 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 и в процессе этих колебаний я буду естественно менять условия и поднимать вот эту полочку но чем в принципе я сейчас и занимаюсь потому что когда я только начал я купил опционы put я купил опционный call у меня полочка была ниже пить меньше ну ниже чем 50 тысяч было сказать хуже чем 50 тысяч вот сейчас его я уже поднял ее до минус 17 и вот здесь вот я ее пытаюсь поднять выше потому что если я сейчас вот этот call буду редактировать и я поставлю вместо теоретической цены цену 500 по которой я примерно хочу продать то вот у меня уже и убыточку становится ниже ну и таким образом я буду корректировать вот эту стратегию прошлая стратегия принесла мне больше ста тысяч я еще раз напоминаю приятно мне просто об этом говорить вот ну и сейчас я надеюсь тоже буду напомню что предыдущую стратегию я строил направлено у меня была вот такая штучка сюда и сюда она была направлена на падение потому что я был уверен что индексы упадут сейчас у меня нет такой уверенности они возможно упадут возможно не упадут поэтому сейчас стратегия немножечко другая вот такие условия у меня сейчас такая стратегия что будет смотрите наблюдайте я буду рассказывать об этом на своем канале а на сегодня все лайк подписка с вами был демитков юрий